Дорогие наши зрители, Московские окна рады вас приветствовать. Поздравляем вас с Новым годом, с Рождеством. Московские окна это содружество поэтов и авторов-исполнителей. Сейчас, долго говорить я не буду, перед вами выступит поэтесс Ольга Суханова. Добрый день, концерт у нас сегодня рождественский. Наталья называла тему «Рождественские встречи». Ну, где встречи, там и расставания, поэтому будет такая лирика-лирика. Первое стихотворение называется «Корабрик». И не дождавшись от тебя письма, я твой ответ придумаю сама. И почерком стремительно, твоим, всё напишу. На штабе будет Рим, а может Кёйн, а может Амстердам. Я никому письма прочесть не дам, но стану, правда, ото всех тая носить с собой. Истреблются края, потом с годами выцветут слова, но будет подпись, видная, едва. Когда пройдёт последняя зима, я сделаю кораблик из письма и в сторону, случайно, ничью, по звонкому апрельскому ручью его пущу. В Америку, в Тибет, в Европуле он выплывет к тебе. Следующее стихотворение, поскольку у нас сегодня много музыкантов, стихотворение о песне. Спасибо. Стихотворение так и называется, песенка. Мелодия сворована в словах любовь да горе, я песенка дворовая в простецком ля-миноре. Крива, коса, юродива, а в дальних континентах такие есть мелодии, такие инструменты. Кажусь простой и гордой, но знаю, если честно, куда с тремя аккордами мне, супротив оркестра. Но с рифмой фиговую это всё, с мечтой о чуде я песенка дворовая. Услышишь, не забудешь. При чужих друг друга не узнавать, отводить глаза, как от пустоты. У него кругом высший свет, да знать, да такие дамы, а ты, что ты. В одиночку дома стелить постель, да торшер включить, да кота чесать. С разных входов тихо зайти в отель, где заказан номер на три часа. Вместе в такт дышать, обнимать, беречь, целовать в глаза, отводить беду. Но таких коротких тревожных встреч, если повезёт, то пять-шесть. В году. Разругаться вдрызг из-за пустяка. Корбалом, такси, самолёт к чертям. Ничего, он будет меня искать. Только он не станет. Он борт, упрям. Тридцать лет наобрасно прождать письма. Ухажёров гнать и смеяться вслед. Хорошо, родной. Напишу сама или нет, приеду. Куплю билет. Встарел, конечно, за столько лет. Ожиданием встречи гореть, лучась. Всё продать до нитки. Купить билет. Пролететь весь мир. Опоздать на час. Ещё одно стихотворение называется «Монетка». Отпахнулась я от всерьёз любивших. Для того дышу, кто меня не видит. На мосту под ветром застыла нищий. Приняла как есть. Не держу обиды. Трескаются губы, да руки в цыпках. Ты пройди по мостику, мой хороший. Отведи глаза. Оборви улыбку и швырни в стакан мне дырявый грушек. Ни на что твои грушки я не потрачу. На шнурке повешу его на шею. А потом судьбу поверну иначе и тебя забуду. Смогу. Сумею. Переиду в богом забытый город. Дом, у дома сад, за окошком ветки. Но всегда носить мне под горло город. И скрывать ожог твоей монетки. Ещё одно стихотворение. Хочется закончить что-нибудь таким лихим. Называется «Луховицы». Давний узел развязала и свободная ничья. Я стою у трёх вокзалов и рыдаю в три ручья. Убежать в нору забиться. К чёрту, к тётке, в луж за край. Чемоданы, люди, лица, три вокзала выбирают. Стану в дахе перелётной. Юрка, рыбка в воде. Мне билет куда угодно. Луховицы? Это где? Удержаться бы. Но поздно я держалась. Я не вдруг за окошком ёлки сосны до колёса тук-тук-тук. Не рыдается, не спится. Как не рви, не рвётся нить. Проезжаем в Луховицы. Надо же было выходить. Электричка, стой, зараза. Ладно. Выскочу во тьму полустанок. Будка кассы не билет. Куда? К нему. И опять пойду последую. Чуть бы силой куражу. Ты прости меня. Приеду, снова узел завяжу. Спасибо. Спасибо.